В эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Игорь Баранов, руководитель общегородского проекта «Единая дисконтная система Рязани». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в первую очередь, что такое «Единая дисконтная система Рязани»? Это элементарное уважение к потребителю. То есть, грубо говоря, с помощью определенной дисконтной универсальной карты человек любой может прийти в магазин, приобрести товар, услугу и при этом, поплачивая, делает элементарную скидку, предоставляет ему. Вот он получает элементарную скидку от магазина, предприятия города Рязани. То есть, и в основе этого проекта лежит элементарное внимание, то есть, к пользователю. С помощью одной универсальной карты, как я уже сказал, то есть, человек может прийти купить, воспользоваться туристическими услугами, медицинскими услугами, приобрести какие-то товары посредневного спроса, вот и при этом существенно сэкономить. Магазины, предприятия города Рязани уже давным-давно пользуются дисконтными системами. В каждом магазине, в каждой организации есть собственные дисконтные системы с разными программами лояльности. Вот, здесь мы сделали некий объединяющий проект, чтобы люди могли полностью пользоваться этим, то есть, сделали универсальную карту, чтобы они не носили с собой по 15, 20, 30 карт, чтобы у них не было с собой вот этой вот кучи, и они пытались это все вынуть, найти. То есть, здесь есть определенная карта. Да, иногда теряется, это вообще страшно, когда теряется. Все это надо восстанавливать, паспортные данные, то есть, здесь ничего этого не нужно. То есть, у человека есть карта, он приходит в ту или иную организацию, участник единой дисконтной системы Рязани, соответственно, при оплате получает эту скидку. Тогда такой вопрос, а как узнать, что вот какое-то предприятие, магазин, да, там, турфирма, опять же, они являются участниками этого проекта? То есть, мы этот проект активно продвигаем в интернете, то есть, существует сайт единой дисконтной системы, в котором указаны все участники подробно, со страницами, с ссылками, с адресами, с телефонами, то есть, с теми услугами, которые они предлагают. То есть, любой желающий может зайти, посмотреть и прийти, воспользоваться этой скидкой. Более того, если у человека нет этой дисконтной карты, он совершенно бесплатно может у нас получить эту карту. То есть, позвонив нам в редакцию, совершенно бесплатно прийти, грубо говоря, и получить эту карту, заполнив некоторую анкету и пользоваться уже услугами. И, соответственно, получать те привилегии и получать тот дисконт, который предлагают наши, скажем так, магазины и предприятия города Рязани. Сколько сейчас предприятий и магазинов участвуют? На данный момент дисконтная система насчитывает уже порядка 125 участников, то есть, это разный профиль. Это, я как уже повторялся, и туристические агентства, и магазины нижнего белья, и магазины обуви, детские центры, магазины автозапчастей, авторемонтные мастерские. То есть, спектр деятельности достаточно широк. То есть, с ним можно ознакомиться как раз вот у нас на сайте. Ну, то, что касается людей, понятно, да, я имею в виду потребителей. То есть, вот, как вы сказали, если я хочу, я просто вам звоню, и мне дают эту карту, да, заполняя анкету, мне карту дают. А вот что должны делать, опять же, магазины, турфирмы, предприятия, чтобы стать участником этого проекта? От них что требуется? Политическая воля, как мы всегда говорим. Огромное желание участвовать, огромное желание себя продвигать, потому что дисконтная система проекта, он не новый на рынке города Рязани, но те технические моменты, которые здесь мы воплотили в жизнь, то есть, они дорогого стоят и действительно дают участникам больше возможности привлечь к себе новых клиентов. Потому что дисконтные системы, они, как правило, для чего создаются? Для привлечения новых клиентов и, как следствие, удержания старых. Потому что, если человек, например, участник какой-то вступил в дисконтности, стали участником дисконтной системы, соответственно, на них обращает уже достаточно большое количество пользователей внимания. И кто-то из них, пользуясь этой дисконтной системой, приходит именно к ним. Тем самым они привлекают новых клиентов, потому что у каждого есть собственная дисконтная система, но здесь именно вопрос идет о привлечении новых клиентов. А новые клиенты по нашим меркам и в связи с той конкуренцией, которая уже в городе Рязани присутствует, во всех областях бизнеса, то есть, это дорогого стоит. А вот как давно существует система? Проект уже десятый месяц, то есть, проект себя зарекомендовал с лучшей стороны. Динамика развития налицо, динамика посещения сайта налицо, динамика отдачи налицо, потому что люди ходят, пользуются, оставляют отзывы, опять же, на сайте. Вот, в большей степени положительные, то есть, приходят, получают скидку и об этом рассказывают. То есть, об этом также можно все просмотреть на сайте, почитать, узнать. А вот еще мне объясните, пожалуйста, вот, ну, если я залезу на сайт, да, я увижу все эти организации, которые участвуют в проекте. А если я просто, например, прихожу в магазин в какой-то, да, как я там могу как-то узнать, участвует он в этом проекте? Каждому магазину выдается стикер. То есть, всегда человек может прийти, увидев этот стикер, он всегда знает, что этот стикер дает ему возможность зайти в этот магазин и приобрести какой-то товар со скидкой по карте единой дисконтной системы Рязани. То есть, у меня будет вот такая карточка, да? Это карточка, которая дает право. То есть, а стикер дает информативную наполняемость, то есть, грубо говоря, участнику дает возможность привлечения клиентов с помощью стикера как дополнительно, а пользователь дает возможность именно увидеть этого участника среди тех магазинов, которые есть. Потому что магазинов у нас много, ну вот увидели стикер, соответственно, вот этот тот наш магазин единственный. Потому что иногда специфика магазина, два магазина одним и тем же занимаются по направлению. Но человек придет именно в тот, в котором есть возможности сэкономить в первую очередь. Потому что сейчас на данный момент население голосует рублем. И если есть возможность сэкономить, они с удовольствием этим пользуются. Ну да. А как вот вам лично пришла вообще такая идея? То есть вы все время, у вас накапливались карточки или вы их теряли? Нет, у нас был очень интересный проект, бесплатное рекламное издание «Парад скидок». На данный момент мы им не занимаемся, отошли от него, пошли немного дальше. Но этот проект, он себя очень сильно закреплял в том плане, что отдача от него была колоссальная. То есть люди им пользовались в первую очередь, но там было все-таки сделано все это в бумажном, печатном виде. То есть там были разовые визитки, которые человек приходил, соответственно, и предъявлял при оплате товаров и услуг. Вот здесь мы пошли дальше, то есть мы отказались от печатной формы, то есть мы ушли в интернет, потому что интернет на данный момент это, скажем так, один из наиболее эффективных методов рекламы, распространения и всего остального. Здесь сделали совершенно сайт, совершенно иную подачу материала, то есть для участников сделали личный кабинет, чтобы они могли оперативно менять информацию о скидках, о акциях, добавлять какие-то акции. Сделали дисконтную карту. Дисконтная карта не привязана ко временному периоду, то есть любой желающий может прийти сегодня, завтра, послезавтра, через год. То есть это проект не одного дня, что немаловажно. Опять же, дисконтная карта, она не привязана к конкретному человеку, то есть она просто как-то чисто визуально числится за каким-то человеком на основании анкеты. Но тем не менее, то есть я могу дать ее своему товарищу, то есть этот товарищ совершенно спокойно может прийти в любую фирму, грубо говоря, и воспользоваться этой картой, и предъявить, и получить, соответственно, скидку. Я так думаю, на данный период у нас тираж составляет 30 тысяч карт, из 30-ти тысячного тиража 29 тысяч карт уже нашли своих владельцев. Я думаю, у вас она тоже есть, Наталья. Да, есть. Я надеюсь, что вы в какой-то мере тоже ей пользуетесь или воспользуетесь в дальнейшем, потому что это действительно интересно, потому что мы по отзывам читаем, люди к нам приходят, когда получают карты, они рассказывают, что бы они хотели видеть на сайте, как бы они хотели пользоваться этой картой. Мы это дело мониторим, стараемся с потенциальными участниками эти вопросы проговаривать как-то, то есть вот эту динамику развития выстраиваем. Вот у меня, честно, есть уже давно, но ни разу не пользовалась. Вы попробуйте. Такой вот еще у меня вопрос. Вот дисконтные карты, да, обычные, там на какой-то 7%, на какой-то 15%, на какой-то 5%, грубо говоря, в разных магазинах. Вот там, например, у меня на карточках разные скидки. А как быть вот с единой карточкой? То есть там тоже будут они как-то варьироваться? Здесь каждая фирма скидку определяет для себя самостоятельно. То есть, грубо говоря, заходя на сайт, вы выбираете либо просто постраничную, либо по каталогу организации предприятия, которая у нас находится на сайте, выбирает ту или иную фирму, на которой она дала конкретная скидка, конкретный адрес, конкретный телефон. Если нужна более подробная информация, вы всегда с нашего сайта можете перейти на сайт участника и какую-то информацию дополнительно получить касаемо какой-то услуги, либо товара. Потому что мы в первую очередь даем жителям города Рязани возможность увидеть эту скидку. А скидка – это осязаемо, понять, нужно это, может, не нужно. То есть у всех у нас калькулятор в голове имеется. Мы можем посчитать это экономически выгодно или экономически невыгодно. Потому что кто-то дает по дисконтной системе по нашей 3-5%, по своей дает 7%. То есть у всех все по-разному. Ну и в перспективе, как считаете, все-таки будем мы все ходить с такой красивой одной карточкой, не таская с собой кипы, вот этой бумажной влаги? По причине, что на этот год у нас планируется печатать еще дополнительный тираж. Это в количестве где-то 20-30 тысяч дисконтных карт. То есть по участникам. То есть также у нас сейчас активно все это заполняется. То есть периодически у нас люди приходят, становятся участниками данной дисконтной системы. Вот в перспективе, то есть по плану у нас где-то порядка 100-150 тысяч пользователей именно по городу Рязани. То есть это где-то 30% населения города Рязани. И по участникам это где-то в количестве 300-350 участников. То есть это в том плане, это действительно та будет дисконтная система, которая себя проявит, которая себя зарекомендует только с лучшей стороны. Мы к этому активно идем и стремимся. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был Игорь Баранов, руководитель общегородского проекта «Единая дисконтная система Рязани». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова